Весь мир потрясен случившимся во Франции. Ведущие политики выражают соболезнования семьям погибших. Генсек ООН Пангимун оставил запись в книге соболезнований во французской миссии при ООН в Нью-Йорке. «От имени Организации Объединенных Наций я хочу выразить свои искренние соболезнования родственникам жертв, а также всему народу и правительству Франции». «Я восхищена тем, как народ Франции сплотился перед лицом этого варварского нападения. Я должна сказать, что жители Германии всей душой и всем сердцем поддерживают Францию». «Мы скорбим вместе с вами, мы боремся на вашей стороне и дорожим вашими ценностями. Ценностями, которые мы разделяем. Ценностями, которые универсальны и объединяют нас, как друзей и как союзников». В Париже многие вздохнули с облегчением, узнав, что террористы обезврежены. Но всё же многие по-прежнему напуганы. Случившееся стало для людей настоящим шоком. «Потому что теперь уже ничего не будет, как раньше. Ты идёшь куда-то, выходишь из своего дома и не знаешь, вернёшься ли ты обратно. И от этого страшно. Получается, ты живёшь, работаешь всю жизнь, что-то делаешь, а потом из-за таких ненормальных ты выходишь в магазин или на работу и не знаешь, сможешь ли ты вернуться домой». «Такие дела. То, что произошло, это трагедия. Но мы поднимемся и вернёмся к тому, что у нас было. И этим людям не удастся нас сломать». «Потому что жизнь продолжается. Нельзя бояться. Иначе всё остановится». В воскресенье 11 января в Париже пройдёт многотысячная акция протеста против насилия. Кроме того, таким образом люди хотят отдать дань уважения жертвам террора. Принять участие в демонстрации планируют многие политики, профсоюзы и правозащитные организации.